Производство метод анимасьон совместно с музеем Сент-Экзюперии Даге. Продюсеры Атон Сумаш, Алексис Ванарп, Димитрий Рассан, Сидрик Пайлот. Художники Габриэль Вильяте, Пьер-Алан Шартье. Композитор и дирижер Фредерик Толгорн. Режиссер Пьер-Алан Шартье. «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюперии. Б-678. Планета музыки. Часть первая. Сценарий диалоги Селии Константен. О, что это? А, лепесток? Хм, моя Роза, знала бы ты, что я видел в последнем путешествии. Хочу ли я об этом знать? Хм, как обычно. Мы с Лисом не слились сквозь галактику по пятам коварного змея, когда... Посмотри. Этой планете нужна наша помощь. Ладно, но я требую мягкой посадки. Тише едешь, дальше будешь... Ну, почти. Эй, красивый звук, а? Послушай-ка. Уверен, мелодия приведет нас к двери. Ты готов, Лис? Готов ли я? Конечно, готов. Ух ты! Только посмотри. Похоже, мы наконец приземлились на классную планету. О, привет. О, здравствуйте. Стойте! Ты видишь реку? Она похожа на ноты. Какая красота. Интересно, что здесь заинтересовала змея. Я мог бы догадаться, слишком уж тут хорошо. Где ты? Лис! Здесь я, под мостом. Сейчас помогу, не отпускай. В каком смысле? Держись, я помогу тебе сейчас. Поскорее, лапки сползают. Только остановить этот дурак. Мои вещи. Эй, маленький принц, ты там жив? Ты мог ушибиться. Эй, не пугай меня так больше. Вот как. Ты испугался, Лис? Да. То есть, нет-нет, Лисы ничего не боятся. Только чуть волнуются. О, нет. Это катастрофа. Спасибо за помощь, но я прекрасно управился бы и сам. Прости, дружище. Боюсь, что это не совсем так. Если ты не заметил, ты мог меня убить. А кто ты, кстати, такой? Ты? Большая кошка? Кошка? Ну что, я Лис, ясно? Камертон фальшивый. Тихо. Хотите, мы поможем вам выловить инструменты из реки? Спасибо, вы уже мне помогли. Просто не ем. Безполезно. Сему конец. Безнадежно. Но, а куда вы идете? Какая потрясающая труба. Пойдем-ка успокоим его. Зачем? Мне похоже, чтобы ему нужна была помощь. Может, еще кому поможем? Например, кондитеру избавиться от пирожков? Удивительный город, согласен? Всюду музыка и гармония. Да, но судя по тому, что мы видели, я не уверен, что тут все чистенько, как Дороми фасоль. Остроумно. Стараюсь, как могу. Простите. Эй! Похоже на какой-то завод. Давай-ка заглянем. Ого! Впечатляет. Невероятно. Слышишь? Все работает синхронно. Весь конвейер двигается в одном ритме. Слушай, эта песня задает темп. Эта музыка так завораживает. Только ты не пой, ладно? Ладно, правда, мило. Изящно, маленький принц. Нет, слушай, серьезно. Ты просто рожден без сцены. Что, опять ты? Все, началось. Что вам на этот раз нужно? Мы вам не враги. Мы хотели помочь. Вот, трубу принесли. Она уже высохла. О! Спасибо. О, нет. Опять все сначала. Возвращайтесь, откуда пришли. Не мешайте работать. Вон просто лапочки, правда? А, говорят, музыка успокаивает. Лис, посмотри. Когда певица сбивается, весь конвейер выходит из строя. Ты прав. Странная штука вышла. Может, это новый инструмент? Например, тромбонуло. Безобразный инструмент, да? Еще один? Ну что ж, попробуем. Что ты вытворяешь, Плутон? Скажи, что я сплю. Сколько раз повторять не проверяй диссонанты. Ты помнишь те ужасные звуки? Так вот, кто их издавал. Опять вы здесь. Вот что. Я главный на этом заводе. Последний раз прошу вас покинуть мой кабинет, иначе мне остается только вышвырнуть вас отсюда. А ну попробуй. Отто, зачем ты так? Они тут вовсе ни при чем. Это я виноват. Да. Если будешь проверять диссонанты, я вышвырну и тебя. Дисса что? Что это? Диссонанты. Неисправные инструменты. Они получаются, когда сбивается наша дива. У них просто ужасный звук, который просто сводит с ума весь город. Но, Отто, проверять их, это моя работа. Это очень важно. Да, я знаю, Плутон, это было важно. Раньше, когда все было так же четко, как линейки в нотном стане. Тогда... Потрясающе. Дела идут все лучше. Она вообще перестала петь. Это последняя капля. Говорю тебе, с юфонией что-то не так. В этом городе все идет не так, как надо. Все. Не волнуйся, Плутон. Уверен, все будет в порядке. Наверное, певице просто нужен отдых. Хорошо бы. Я ведь так люблю первым слышать звук нового инструмента. Это лучшая работа на свете. Но сейчас все так сложно. Я не понимаю. Что случилось? Да. И кто такая эта юфония? Она певица, великая. Мы живем в ритме ее пения. Просто в нашем городе музыка важнее всего. С ней мы можем жить в гармонии. Ну, что ты имеешь в виду? Послушай. Музыка дает нам покой. Играть для нас так же важно, как... Кур гонять! Как вдохнуть свежего воздуха. Да, именно так. Если мы не будем играть, мы будем очень несчастны. Похоже, что ваш Отто давненько не играл. А? Да, удачный пример. Скажи, Плутон, ты мог бы познакомить нас с певицей? Правда? Ну, а что? Это непросто, но попробовать можно. О, я никогда не встречал живую диву. Ее никто никогда не заменял? Это невозможно. Мы умеем играть музыку, но совсем не умеем петь. Ну, а может быть мне? Я мог бы петь, и это поможет? Извини. Правда, я не хотел. Что смешного? Ну, просто... Я иногда пою на своей планете, и... Иногда! И Лис, и моя Роза считают, что я пою фальшиво. Роза? Ты дружишь с Розой? Ну да, а что? Что? Ютианцы не выносят цветов. Лепестарии – наши заклятые враги. Без музыки мой народ впадет в меланхолию. Это катастрофа, все остановится. Я и правда не лучший певец, но... Может быть, я мог бы брать уроки? Знаю. Мы можем попросить юфонию научить меня петь. Ладно. Мы найдем ее. Она всегда поет перед началом ночи, чтобы ютианцы могли мирно уснуть. Мы пришли. Мы на вершине завода, так? Да. Ого. Вот что я называю архитектурой. Я никогда не видел таких концертных залов. Верно. Видели бы вы его в другое время, когда он был полон ютианцев, аккомпанировавших юфонией на своих инструментах во время музыкального фестиваля. Да, это было невероятно. Ты говоришь так, будто это в прошлом. Почему? Просто... В прошлый раз юфония не пришла. Это был провал. Скажи-ка, Полутон, ничего, что мы ушли? Разве Отто обойдется без тебя на заводе? Знаешь, там сейчас одни диссонанты. Лучше уж мне быть здесь. Да, я думаю, с этим согласится и Отто. Берегись! Прячься! Лучше пока не показываться. Эти трубки разносят ее пение по всему городу. Так происходит все время. Начинает петь и вдруг разражается плачем. Иногда она погружается в молчание на часы. Отто много раз пытался поговорить с ней, но она всегда отказывается. Что ж, попробуем мы. Здравствуй, Юфония. Твое пение. У тебя потрясающий голос. Он знает, как говорить с дамами. Я маленький принц. А это лис. Роза. На моей планете тоже есть роза. Я люблю ее больше всего на свете. Маленький принц, мы не знакомы, но... Я чувствую, что тебе можно верить. Юфония! Что это? Зачем ты хранишь здесь увядшие цветы? Где ты их взяла? Не трогай мои цветы. Это не твое дело. Конечно, мое. Ты прекрасно знаешь. Если они от лепестариев, то из-за тебя может начаться страшная война. Не понимаю, Полутон. Лепестари? Война? О чем ты говоришь? Полутон, стой! Не уходи! Прощайте. Раз уж вы такие любители цветов... Да подожди же ты! Лис, побудь с Юфонией! Я не сторожевой, лис. Полутон! Стой, объясни мне. Моя роза никому не делала зла. Что дурного в том, что Юфония держит у себя в комнате цветы? Это означает, что Юфония общается с кем-то из цветочного народа. Тебе не понять, но это катастрофа! Но почему? Ну, когда-то ютианцы и лепестари жили вместе в городе Фелисия. Настал день, когда мы должны были выбрать правителя нашего города. Тогда-то мы и осознали, что жить вместе более невозможно. Мы не нашли общий язык, и между нашими народами вспыхнула война. Многие погибли в сражениях, а Фелисия была разрушена. Осталась лишь огромная пустыня. Мы зовем ее Долиной Тишины. С тех пор ютианцы и лепестари живут по разные ее стороны и не общаются. Но ненависть между народами не исчезла. Теперь ты понимаешь, почему меня беспокоят цветы Юфонии. Война с лепестариями. Она давно закончилась, так? Почему бы вам не жить в мире? Не знаю, маленький принц. Для начала мы можем спросить Юфонию, кто подарил ей цветы. Я к ней не пойду. Она предала наш народ. Но... Полутон! Надо действовать, не то снова быть войне. Но как? Кто красивее всех лис во вселенной, лиц гляньте на зубки. Мех! Лис? А, привет! А где Юфония? А, она сказала, ей нужны ноты, чтобы дать нам урок пения и попросила меня подождать здесь. Я и жду. И я ничего не трогал. Вижу. Только я боюсь, что нам придется ждать очень долго. Меня провели? Да. Спасибо, чудная Роза. Я знаю, где она. Надо идти к ней. Пойдем. Ладно, расскажешь все по дороге, да? Это она? Долина Тишины? Да. Город Лепестарев на другой стороне. Зловещее место. Ты видишь Юфонию? Смотри, это она. Скорей. Расскажи-ка нам, откуда взялись розы. Вот моя история. Как-то я забрела в сердце долины тишины, напевая мелодии, которые обычно пою дома. И неожиданно мне открылось нечто удивительное. В пустыне, неизвестной войной и страданиями росли цветы. Продолжив свой путь, я нашла одно из самых прекрасных мест, какие я видела в своей жизни. Там я и встретила того, кто создал этот чудесный оазис. Айвори. Он был первым, кто сказал мне, что мой голос прекрасен. Ты это серьезно? Да. Увы, мой народ забыл о том, что я вкладываю душу в каждую из своих мелодий. Песни идут от сердца. Да, именно. В этом и состоит проблема, друзья. В моем сердце Айвори. Я... Я полюбила Лепестария. Я не понимаю. Ты не рада, что нашла любовь? Я несчастна. Ведь наша любовь невозможна. Для ютианцев наша свадьба будет преступлением, предательством. Я не могу сказать близким, что я чувствую. И что еще страшнее, я давно не слышала вестей от Айвори. Выбора нет. Я должна идти к Лепестариям. Увидев его, я вновь буду счастлива и вновь смогу петь для своего народа. Знаешь, это очень трогательно, но у нас есть проблема, друзья. Сумраки. Кто? Откуда они здесь? Их прислал змей. Скорей, вперед. Лодка, мы же в пустыне. Верь мне, Юфония. Быстрей, они уже совсем близко. Так, пора в путь. Держитесь. Пока, сумраки. До встречи. Ты знаешь дорогу к городу Лепестариев? М-м-м. Похоже, пора бросать якорь. Какая красота. Наконец, твердая почва под лапами. Невероятно. Вот эта теплица, так теплица. Построить такое в самом центре пустыни не верится. Ого. Будь здесь твоя роза, она увяла бы от ревности. Ты прав. Эти цветы, они просто... Просто божественные. Юфония. Айвари. Полутон, прекрати, наконец. Я велел тебе не трогать эти инструменты. Оставь меня, Отто. Я работаю. Полутон, какой ты нервный сегодня. Может, ты что-то скрываешь? Ты случайно не знаешь, куда исчезла Юфония, а? Мне сообщили, что ночью ты заходил к ней вместе с маленьким принцем. А теперь их не могут найти. Может, ты знаешь, где они? Нет. Нет, я ничего не знаю. Скажи правду. Она могла пойти собирать цветы. Собирать цветы? Но это означает, что глупая девчонка пошла к нашим врагам. Нет, Юфония. Так нельзя. Прости меня. Выбора нет. Возвращайся. Ты должна ради наших народов. Но... Айвори! Айвори, я люблю тебя. Юфония, мы не можем быть вместе. Тут мы бессильны. Хватит, Полутон. Приказывай рассказать все, что ты знаешь. Речь идет о нашей судьбе. Я видел целую охапку цветов в ее комнате. Думаю, это подарок лепестариев. Айвори, сынок, мамина гордость. Ты сделал правильный выбор. А вы уходите. Ютианцев тут не жалуют. Вон! Стойте. Но ведь они любят друг друга. Вот что. Я не знаю, кем ты себя возомнил, но вот тебе совет. Не лезь в наши дела. Нет. Туда нельзя. Тебе никогда не выбраться из этого лабиринта. Юфония! Юфония! Нет! Не бойся. Мы найдем ее. Пусти меня, мама. О, сыночек, я бы с радостью. Анимона, не грусти. Он знает, что ты делаешь это для него. Если Юфония влюбилась в одному из этих сорняков, наш город в опасности. Это ловушка. Этот лепестарик коварный шпион. Враги просто ищут наше слабое место. Вот, а я... Я не думаю, что Юфония в западне. Товарищи ютианцы, мы должны готовиться к войне. Сегодня лепестарии похитили диву. Завтра они нападут на наш город. Но мы этого не допустим. А что такое? Ютианцы, за работу! Нам нужно оружие! Инструменты разрушения! Инструменты мести! Инструменты хаоса! О, нет! Любовь породила войну! Не может быть! Это такая жестокость! Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok